всем привет продолжаем рассматривать работу с таймерами сегодня мы продолжим предыдущий урок и поработаем со светодиодами используя энкодер и используя pvm широтно импульсную модуляцию будем менять яркое свечение светодиодов и изменять их режим свечение отдельно каждого светодиодов для этого нам надо в программе стм32 куб сделать следующее изменение я уже это сделал сильно углубляться не буду потому что урок по pvm у меня был активируем для таймера 4 следующие каналы 1 2 3 4 это наши светодиоды на плате далее ножку энкодера в частности его кнопки я подключил каналу p a2 там же включил подтягивание в настройках pull up вот здесь то есть при нажатии кнопки нам нужно необходимо считывать 0 а не единицу далее там где у нас были настройки энкодера я сделал период 20 остальное ничего не менял для pvm тоже я сделал период 20 счет вверх остальное как видите далее ну здесь пожалуй все открываем и стоим открываем kill new vision здесь я сделал следующие переменные переменная хранить значение счетчика переменное запоминание режима переменное запоминание какой светодиод у нас должен гореть сейчас на плате переменная для запоминания режима свечения каждого из светодиодов на плате далее здесь я стартовал pvm для каждого из кану 4 каналов таймера 4 далее здесь я реализовал обработку нажатия клавиши если у нас кнопка reset у нас переменная бутон каунтер начинается увеличиваться на единицу если она достигла значения 10 тысяч проверяем если у нас режим настройки был равен единице тогда мы его делаем равным нулю если же он был равен нулю тогда мы его делаем равным единицам после того как мы что-то изменили ждем пока отпускаем кнопку и небольшая задержка если же мы не успели то есть кнопка у нас отпускалась и не досчитала 10 тысяч мы ее уменьшаем обратно до 0 далее здесь проверяем какой у нас режим если он не равен единице и счетчик равен четырем тогда у нас горит первый светодиод то же самое здесь если он равен 8 горит второй светодиод остальные по нулям если же у нас переменная and counter равна 20 тогда у нас горят все светодиоды на платье здесь если у нас горят все светодиоды на платье у нас режим 5 это горит четвертый светодиод это горит Третий светодиод, это горит второй светодиод. Далее. Здесь в свитч мы перебираем, какой из светодиодов у нас горит на плате. Если первый, тогда мы присваиваем переменные LED1PVM значение счетчика и загружаем его в регистр. И тем самым изменяем или увеличиваем яркость свечения светодиода. Надеюсь, всем все понятно. Наиболее наглядно можно посмотреть с помощью программы STM Studio. Она у меня уже открыта. Я загрузил все переменные, которые я создавал. Запускаем программу. Сбрасываем микроконтроллер. Как видим, по умолчанию у меня яркость свечения 10. И начинаю вращать энкодер. Как видим, переменная Encounter у нас увеличивается, если я вращаю по часовой, либо уменьшается. Далее. LED. Это какой светодиод на плате у меня сейчас светится. Как видим, по мере вращения энкодера, светодиоды на плате меняются. Далее. Сейчас у меня горит красный светодиод. Я нажимаю кнопку. Режим. У меня настроек сейчас. И я могу менять яркость светодиода. Как видим, она меняется до 20 или же обратно. Я добавлял условия, чтобы переменная не могла быть меньше 20 или же 0. То есть, если я достигаю максимального значения, она автоматически становится равным 0. Далее, я, допустим, сделал его яркое свечение. Единица. Нажимаю кнопку. У меня бутонкаунтер досчитал до 10 тысяч. И изменился режим на 0. То есть, теперь я могу обратно перебирать светодиоды. Горит зеленый светодиод. Нажимаю кнопку, находящуюся на энкодере. И выбираю режим свечения. Впускай будет 9. Далее. Как видим, у нас сейчас все светятся все 5 светодиодов. Плюс те 2, которые я изменил, они светятся своим светом. Если же сейчас я нажму кнопку, находящуюся на энкодере, я могу менять яркость всех светодиодов. Как видим, синий светодиод начинает туснуть при уже ПВМ равным 2. Не знаю, с чем это связано. Но, как видим, значение ложится правильное для ПВМ. Изменил на 4. Нажимаю кнопку. Все, теперь они у нас светятся заданным режимом свечения. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok